Знаете, каждый, кто смотрел канал НТВ, в курсе, сколько на нас вылили всего, просто, ну, такого бреда, что у меня даже в какой-то момент я перестала реагировать. То есть сначала там первые передачи, в которых какие-то странные девушки несли какую-то абсолютную ахинею, там, про меня, ну, понятно, что про Бориса несли полная ахинея, ну, ладно, и про меня, там, да, я сначала, я слушала, думаю, боже мой, там, вот, какой ужас, какой кошмар вообще, как они могут, как это вообще позволяют, я даже юристов нанимала, хотела в суд подать. Но, а потом я успокоилась. Вы знаете, в какой-то момент, во время очередного вот этого вот адского совершенно трэша, во время какой-то очередной передачи, безумной, я сидела, а, я перед ней позвонила Дине Яковлевне, говорю, Дине Яковлевне, мне кажется, этого не выдержу. Вот, мне кажется, я просто сейчас уже умру от этого всего. Она говорит, Катя, неужели ты не понимаешь, что это не они тебя позорят, а они позорят себя, а к тебе это вообще не имеет никакого отношения. И вот после этого, у меня, у меня вот так вот это, и она после эфира мне заговорит, ну, Катя, ну, неужели ты не видишь, что это они выглядят дурами? И всё. И любому умному человеку понятно, что этому всему верить нельзя. Почему ты так переживаешь? Почему, говорит, для тебя так важно, что о тебе думают люди, которые тебя не знают? Ну, вот, да? Ну, говорит, эти все рассказы, это же не про тебя, это про какую-то выдуманную Катю Одинцову плод больной фантазии чужих людей. Всё, после этого меня как отрезало. Я это всё смотрю, как цирк на льду. Чертовски мудрые решения. Вот, но хотя, конечно, всё равно, ну, уже все живые люди, да? Ну, мы что переживаем, да? Мы, мне кажется, ну, с другой стороны, мне кажется, что к чистому человеку грязь не липнет. Я сейчас говорю не о себе даже в большей степени, а о Борисе, потому что, ну, история, она всё равно всё расставляет по своим местам. Борис был очень светлым человеком, очень добрым человеком. Он был, кроме вот того, что он был влюбчивым, вот больше его упрекнуть не в чем по жизни, да? Я не знала человека мудрее и добрее по отношению к людям. Я сейчас говорю даже не по отношению ко мне или к моим детям, да? Я сейчас говорю о том, что он искренне интересовался жизнью каждого человека, которого встречал. И вот этот интерес искренний невозможно сыграть. Этот искренний интерес невозможно имитировать. Где бы вот он ни был, в самолёте где-то там, вот он всегда разговаривал с людьми с искренним интересом, совершенно это не ради камеры было. Для меня это всегда было удивительным, потому что я понимала, как он устаёт, я понимала, как к нему всегда тянутся люди. И я думала сначала, говорю, ну, сядь уже там, ну, отдохни. Зачем? Он говорит, что мне интересно. Как вы там живёте на Орловщине? Ну-ка, расскажите. И на полтора часа в самолёте, как они там на Орловщине живут. Мне сначала это было непонятно, потом я поняла, ему интересны были люди, ему была интересна жизнь, он старался использовать каждую возможность, чтобы больше узнать. И мне кажется, что память человека, она всё равно со временем очищается от всего наносного и любых каких-то таких скандалов, придумок в жёлтой прессе. Потому что, ну, понятно, для чего всё это делалось. Понятно, что просто эксплуатирую эту тему. Не только, вы знаете, не только политика. Просто эта тема, имя Бориса, она настолько известна, что вот эта вся билиберда, да, по-моему, рейтинги сумасшедшие телеканалам. Ну да, жёлтая пресса, это действительно так и есть. Зарабатывали на этом деньги. Цинично и совершенно беспордонно. Хайповали. Им было всё равно, насколько это там задевает людей, задевает маму Бориса. Да, и главное, они вот вообще даже не то, что они даже не пытались проверить информацию, которую выдают там, ну, люди у них в эфире. Потому что по закону, конечно, я могла подать суд на всех. Но в какой-то момент я решила, что я, ну, я не буду этим заниматься, потому что это бессмысленная такая борьба с ветряными мельницами. Она только на пользу бы им пошла. Очередной хайп. Ну да, да. И в своё время, когда же и при жизни Бориса были ситуации, когда жёлтая пресса писала и про меня, и ерунду, и про него, и приписывали нам слова друг о друге, которые мы не говорили. И я порывалась несколько раз. Говорю, давай подадим в суд. Давай подадим в суд. А очередной раз нас поссорила, ну, поссорила жёлтая пресса, придумали, что мы поссорились. Я ему говорю, давай в суд подадим. Он говорит, не надо. Не надо. Вот когда ты идёшь по улице, и на тебя начинает лаять собака, ты же не встаёшь на четвереньке, и начинаешь лаять в ответ. Вот. Хорошая метафора, она мне понравилась. У нас. Правильно. Поэтому, ну, просто, понимаете, в чём дело? Мы очень долго не могли внутренне перестроиться, потому что для нас то, что напечатано на бумаге большими буквами, вот, ну, как бы, пресса... Априори правду, да. Уважение. Было же уважение к прессе. А потом это всё стало просто макулатурой. А мы, ну, медленно отучались от того, чтобы на это не реагировать, потому что у нас была, ну, газета «Правда» там, да. Да-да-да. В газете написано «Значит правда». «Правда». И думаешь, опа, вот, где тут комсомольское и где тут правда. Нигде. Вопросы об убийстве. Я считаю, что те, кто нажимал на курок, те сидят в тюрьме, да. Я считаю, что... Я ходила в следственный комитет, я читала материалы дела, это было очень тяжело, это было очень больно, но я должна была это сделать просто. Мы с сыном ходили. И, да, ну, я считаю, что посадили те, кто это сделал. Ну, имеются в виду исполнители. Вы думаете, что они сами всё это и решили сделать? Вы знаете, я думаю, что вот Джона Кеннеди, когда убили в Америке, да, исполнителя посадили. Или Харви Освальда. Ну, да. И всё. И нигде. И кто там, кто Харви надоумил это сделать? Как вы думаете? Вы знаете, сколько версий. Ну, да, вот правовое государство, да, тоже не знают. Есть тайны, которые, наверное, будут раскрыты спустя очень большие сроки. Если будут. Может быть, даже никогда. И нужно иметь смирение, понять, что вот так вот бывает в жизни. Ну, вот так случилось в нашей семье. Возможно, мы никогда не узнаем. Правда. Но, знаете, жить в постоянных мыслях об этом, это тяжело и не особо нужно. У каждого надо свою жизнь прожить. То есть это невозможно. Пытаться в этом разобраться, это сломаешь голову. У меня нет достаточной информации, чтобы рассуждать на эту тему. И все мои рассуждения на эту тему будут абсолютно бессмысленны. Поэтому я просто запретила себя об этом думать. Субтитры создавал DimaTorzok